слава украине привет всем от полонского у нас на телеграм канале сейчас размещены два видео они вроде бы абсолютно абсолютно разные по своему наполнению и смыслу но они говорят в принципе об одном и том же итак первое я сейчас вам просто раз да ссылочка кобычно внизу в описании к данному ролику советую посмотреть а она того стоит да первое видео это видео о том это называется видео киев за три дня да сейчас они активно верещат на всех телеканалах своих о том что они киев совершенно не хотели брать за три дня такой цели никогда в жизни вообще не ставилось и что-то там они совершенно другие цели имели ввиду и вообще их неправильно поняли ну так чтобы прочистить мозги особо упоротым скрипоносцам я специально значит взял и принципе ну там видео собственно говоря с высказываниями тех же самых пропагандонов которые сегодня верещат что они киев брать не хотели их же собственные высказывания сделаны ровно год назад год назад полтора года назад вот в преддверии еще до войны в преддверии вторжения и там все четко и понятно да там даже не надо как-то вот искать двойного смысл а там просто четко в лоб киев за три дня нет даже вру некоторые говорили за два дня а некоторые даже говорят за полтора. Вот послушайте и посмотрите. А я же никак не мог понять, откуда в их утлой скрепоносной голове с такими вот скрепными мозгами такие мысли, что они могут такие взять за три дня. Ну вот как это? С чего они это вдруг взяли? Как они это вдруг могли себе представить? На чем основывалось их, знаете, размышления о том, что они великие и могучие. И вот тут сразу же за этим видео стоит второе видео под этим видео. Знаете, действительно великие и могучие. И такая могучая страна, что просто сил нет. Второе видео, оно другого немножко содержания. Оно про рыбу. Да, про рыбу. Казалось бы рыба, Киев за три дня. Но оно дает понятие, кто хотел захватить Киев за три дня. Значит, это Нижний Новгород. И там ввиду ввиду дождей, ввиду дождей, образовались лужи на дорогах и тротуарах. Ну если эту, можно назвать тротуарами. Ну вот лужи образовались. Ну лужи-то и лужи. И что ты к нам пристаешь с лужами? Да не, не в том дело даже, что просто лужи. И там в этих лужах, в лужи, зашла крупная рыба. Косяками. Не одна рыбешка случайно попала. И не вот этот жук-плавунец, который там плавает. Там они у них, не у них места там, не знаю, места цыплят, те плавунцы. Зашла крупная рыба, вот такая. И плавает. И видно, что она там уже довольно хорошо устроилась, я вам скажу. Потому что знают все нынешки, знают, где шо. Уже на нерест пошла. На тротуаре. Вот тут ты начинаешь понимать. Да, а местные власти там считают, что в принципе хорошая идея. Жрать все равно скоро будет нечего им там. Поэтому, может быть, надо зарыбить, как говорится, и остальные участки городских дорог, проезжих частей и так далее. Это Нижний Новгород. Это не Якутск. Это вот тут ближе. Да, это как бы считается европейская часть. Ну, хотя Европой, вот посмотрите, это назвать сложно. Ну, я не знаю, когда они шли на Киев, видимо, я так понимаю, что они думали набрать рыбы вот из этой лужи и нас, собственно говоря, карасями закидать. Ну, как-то по-другому я не могу сложить. Вот одно с другим. Величие такое вот и Киев за три дня. А что вы думаете по этому поводу? Слава Украине!